Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые модераторы сегодняшней секции. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за приглашение принять участие в форуме «Белые ночи». И позвольте мне представить вам доклад из Свердловского областного онкологического диспансера, который буду делать я, Андрей Андреевич Тарханов. Доклад, посвященный роли предоперационной эмболизации при хирургии опухоли позвоночника. Мы все знаем, что скелет является третьей по частоте локализации метастазов после печени и легких. Медиана выживаемости данных пациентов даже в развернутой стадии онкологического заболевания на сегодняшний день может составлять до 48 месяцев. Оптимальным для пациентов с первичными опухолями позвоночника и одиночными метастазами является проведение оперативного лечения. Спинальные опухоли могут приводить к развитию нестабильности, некупируемого болевого синдрома, неврологического дефицита. Также из литературы и из практики мы знаем, что спондилоктомия с одномоментной фиксацией является хирургической операцией выбора при одиночных опухолях позвоночника. Но основная проблема данной хирургии заключается в том, что интероперационная кровопотеря бывает столь выражена и столь массивна, что выполнение хирургического вмешательства перестает быть возможным, так как имеет в своей перспективе крайне высокий риск для жизни пациента. В принципе, эмболизация впервые была применена при опухолях позвоночника давно, еще в 70-е годы доктором Бинати, и на сегодняшний день ее выполнение направлено на следующие результаты. Это ограничение возможной кровопотери, обеспечение адекватной интероперационной визуализации, содействие адекватному удалению опухоли, а также снижение длительности оперативного вмешательства и снижение летальности. Показаниями к эмболизации, которыми пользуемся мы в нашем учреждении, которым, в принципе, принято пользоваться на сегодняшний день при выполнении двухэтапных ортопедических спинальных вмешательств, является наличие у пациента гиперваскулярной опухоли с выраженным мягкотканным паравертебральным компонентом. Также, если пациенту планируется хирургическое вмешательство, сопряженное с риском высокой кровопотери, то есть когда мы планируем пациенту радикальное удаление опухоли, или когда мы понимаем, что у пациента имеются противопоказания к гемотрансфузии. А также в ситуациях, когда хирурги прогнозируют у пациента высокий риск развития неврологического дефицита, ассоциированного с уровнем поражения. Чаще всего мы говорим о высоком риске неврологического дефицита, когда мы планируем операцию пациенту на шейных уровнях или на нижних грудных, верхних поясничных уровнях, то есть в местах отхождения радикуломедулярных артерий, кровоснабжающих спинной мозг. Предикторами гиброваскулярности опухоли является наличие у пациента, по данным лучевых методов диагностики литических опухолей, наличие у пациента патологического перелома, быстрый рост опухоли в анамнезе, а также прогрессирующие деструкции позвонка. Интероперационная кровопотеря напрямую коррелирует с объемом хирургического вмешательства. Чем больше объем, тем больше интероперационная кровопотеря. Чаще массивная интероперационная кровопотеря встречается при метастазах рака почеки, метастазах гипотоцеллюлярной карциномы, очаговой миелумной болезни, особенно при наличии гипроваскулярного мягкотканного компонента, как было сказано ранее. Средний объем кровопотери при выполнении условно-радикальных оперативных вмешательств при гиперваскулярных опухолях составляет до 3,5-4,5 литров. В случае метастазов почечноклеточного рака, как наиболее гиперваскулярных, средний объем кровопотери может вырастать до 8 литров по данным литературы и по данным нашего опыта. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем достаточно низкий уровень доказательности и высокой эффективности предоперационной эмболизации. Связано это с наличием только моноцентровых проэротроспективных исследований, по сути дела анализа серии, а также отсутствием больших рандомизированных исследований, потому что на сегодняшний день в мире было всего одно крупное рандомизированное исследование, Клаузена, которое было закончено в 2015-2016 годах, но проблема рандомизации в этих исследованиях заключена в том, что на сегодняшний день уговорить нейрохирурга или ортопеда взять пациента с метастазом почечноклеточного рака на радикальную операцию без предоперационной эмболизации, дабы создать группу сравнения, почти невозможно, так как хирург сразу понимает, что он обрекает себя и пациента на очень тяжелую, кровавую и вполне возможно опасную операцию. Поэтому, не имея группы сравнения, делать большие рандомизированные исследования достаточно сложно. Наиболее гиперваскулярными опухолями являются метастазы почечноклеточного рака, гипотоцеллюлярные карциномы, метастазы рака щитовидной железы, нейроэндокринные опухоли, первичные опухоли позвоночника, особенно саркома. Промежуточную воскулиризацию могут иметь метастазы меланомы, в некоторых случаях метастазы рака молочной железы и опухоли меланом. Метастазы рака легкого и рака кишки, как правило, в предоперационной эмболизации не нуждаются, за исключением каких-то больших очень очагов, которые будут сложно удалять с большой травмой ткани, поэтому в некоторых ситуациях мы можем рассматривать и их. На диагностическом этапе вмешательства мы ставим перед собой задачи по визуализации функционально значимых артерий в зоне операции, таких как артерия Адамкевича, артерия Лазорта. Мы стараемся оценить воскулиризованный компонент опухоли, помочь хирургам спланировать хирургическое вмешательство, а также пытаемся оценить выполнимость предоперационной эмболизации. В большинстве случаев оценивается кровоснабжение именно того уровня, на котором будет выполняться вмешательство, однако необходимо оценить также два уровня вверх и вниз для идентификации коллатерального кровоснабжения, которое поможет определять потенциально отдалённую аностомозу, потому что не всегда окклюзия питающих сосудов только на уровне поражения приводит к выраженному эмболизационному эффекту, эффекту ишемизации опухоли. Также известно, что прилежащие уровни могут давать более половины питания поражённого позвонка в сравнении с 30% от обозначенной сегментарной артерии, то есть соседние смежные уровни могут являться даже более значимыми источниками кровоснабжения опухоли. На ангиографическом этапе нашей задачей является максимально полная оценка кровотока в зоне интереса, мы стараемся оценить коллатеральный кровоток, объём поражения. Во время цифровой субтракционной ангиографии мы также оцениваем органы, имеющие смежные источники кровоснабжения. Также кровоснабжение на уровне выше и ниже. Вот на этом слайде мы видим с вами как раз отхождение радикуломедулярной артерии, соответственно, понимаем, что эмболизация в бассейне данной сегментарной артерии должна выполняться с большой аккуратностью, а при недостаточном техническом уровне оператора от эмболизации можно отказаться. Плюс к этому мы стараемся выполнять ангиографию всего в различных проекциях, работая на диагностическом этапе с максимально большим полем обзора и максимально доступной для нас частотой кадров, дабы адекватно оценить все коллатеральные источники кровоснабжения. Интероперационное введение пациентов ничем не отличается от обычных интервенций, то есть мы выполняем мониторинг ЧСС, при необходимости выполняется электрокардиография, также мониторируется артериальное давление и сатурация пациента. Известно, что наилучшие результаты достигаются при применении общей анестезии, которая позволяет обеспечить оптимальную визуализацию и наилучший контроль в течение процедуры обезболивания и мобилизации пациента, потому что подчас процедура может затягиваться на несколько часов, это может быть и 2, и 3 часа, и мы понимаем, что пациенту просто вылежать такой длительный период подчас является невыполнимым. Также нужно помнить и на дооперационном этапе очень внимательно собирать анамнез, потому что часть пациентов банально из-за выраженной болевой симптоматики просто не могут лежать длительное время на спине. Таким образом, задача под операционной эмболизацией – это снижение интероперационной кровопотери, повышение резектабельности опухоли, особенно в случае, когда пациенту планируется радикальное вмешательство в объеме спондилоктомии, повышение областики, антибластики, а также перевод нерезектабельных опухолей в резектабельные. Принципы эмболизации присущи всем классическим эмболизациям опухоли, это эмболизация всех возможных питающих сосудов с максимальной довоскулиризацией строма опухоли, а также выключение сегментарной артерии на протяжении. Но это зависит от потребности хирурга, и нужно обсуждать это на дооперационном этапе. Мы стараемся все эмболизации выполнять с использованием микрокатетера для предупреждения спазма и диссекции целевых сосудов, работаем по четко определенным конечным точкам и прикладываем максимум усилий для предупреждения нецелевой эмболизации, а также стараемся повторять диагностическую ангиографию в ходе эмболизации. Инструмент выбирается в соответствии с анатомией пораженной зоны, микрокатетер используется для профилактики спазма и нецелевой эмболии, эмболизат, выбор зависит от локализации артерии, кровоснабжения анатомических значимых структур, диаметра питающих сосудов, количество питающих сосудов, наличие АВ-шунтов, а также планируемого лечения. То есть мы можем использовать как партикулярный эмболизат микрочастицы, также и полимерные жидкие агенты. Из современных чаще всего мы используем фил ионикс. Спирали и плаги более актуальны для эксклюзии магистральных артерий. Например, если мы работаем на шейных уровнях, у нас есть задача по выключению довускулиризации, например, позвоночной артерии, которую опухоль обрастает циркулярно. Вот буквально несколько примеров. Мужчина 62-х лет, вместо стаз рака поджелудочной предстательной железы, в 11-й грудной позвонок. Кровоснабжение осуществляется межреберными артериями. Пациенту была запланирована спондилоктомия. На предоперационной эмболизации использовался микрокатетер, микропроводник, полимероникс и частицы 500-700 микрометров. Со стороны, где мы видели, что радикуломедулярная артерия была использована микрочастица, там же, где были использованы и на уровнях, где нет кровоснабжения спинного мозга, мы использовали микрочастицы. На уровне радикуломедулярной артерии был использован полимерный агент. Кровопотеря в итоге составила порядка 200 мл. Единственный момент, что в сегментарной артерии, от которой отходила радикуломедулярная артерия, мы работали очень аккуратно и выполняли эмболизацию по типу backdoor-indoor эмболизацию. То есть сначала мы закрыли максимальное русло, аккуратно, не допуская ницелевой эмболии полимера в радикуломедулярную артерию, а потом точно так же аккуратно полимером высокой вязкости закрыли приводящий сосуд. Таким образом, мы выключили межреберную сегментарную артерию из кровоснабжения. Единственное, что, делая такие эмболизации, надо убеждаться в наличии коллатерального кровоснабжения у спинного мозга на выше или ниже лежащих уровня, дабы не выключить основной или единственный источник кровоснабжения спинного мозга. Ещё один пример – это женщины 56 лет, достаточно редкая патология, метастаз параганглиомы во второй поясничной и первой крестцовой позвонки. Источниками кровоснабжения являлись сегментарные артерии на уровне Л2, а также крестцовые артерии. На уровне поясничного позвонка при катетеризации диагностическим катетером мы увидели ярко выраженный артериовенозный шунт и высокоскоростной сброс контраста в венозную систему. Поэтому первым этапом мы с использованием полимера закрыли дистальное русло, закрыли АВ шунты, после чего эмболизация была дополнена микрочастицами, и затем была выполнена эмболизация сегментарной артерии. Так было сделано с двух сторон. То есть первым этапом перекрытие АВ шунта и дистального русла, затем частицы, затем полимер в основной ствол. На уровне крестца эмболизация была несколько более сложной. То есть мы начали с эмболизации партикулярным агентом. После частичной девоскулиризации строго опухоли мы увидели открытие левоправостороннего артериального шунта, поняли, что частицы могут пролететь и вызвать неконтролируемую мыши с контрлатеральной стороны, поэтому анастомоз был закрыт полимером, затем эмболизация дополнена микрочастицами, эмболизация остаточной паренхемы опухоли. Кровопотеря при хирургии у данной пациентки составила чуть больше литра, что в принципе является очень хорошим результатом. Буквально два слова о нашем опыте. Последний раз мы анализировали опыт в 2018 году, тогда у нас уже закончились все сомнения в эффективности методики, а мы проанализировали результаты лечения 115 пациентов. На сегодняшний день у нас уже группа больше 160 пациентов. Я думаю, в ближайшее время мы проанализируем более большую группу. В 50 случаях основным эмболизирующим агентом был выбран полимер. Это сравнение нашей работы с основными группами, которые представлены в мировой литературе. Ну и в среднем кровопотеря после эмболизации у пациентов составляла порядка 670 мл, что в принципе значительно ниже, чем написано в литературе средняя кровопотеря у пациентов при хирургии гипервоскулярных опыте. Достоверных отличий по снижению кровопотерей между группами с использованием жидкого эмболизата или частиц спирали получено не было, однако преимуществом жидких эмболизатов является их видимость, их контролируемость, однако они имеют такой негативный момент, как очень длинную, сложную кривую обучения. Понятно, что достоверную разницу в кровопотерях мы обнаружили у пациентов, которым сначала первым этапом была выполнена эмболизация, потом выполнялась хирургия в зависимости от объема хирургического вмешательства, то есть в группах с менее инвазивными операциями кровопотерей значительно ниже, чем в группах с более массивными радикальными операциями. Но даже в группе пациентов, кому выполнялась пондилоктомия после эмболизации, кровопотеря не превысила 1 литра. Два слова об осложнениях. Постэмболизационный синдром был отмечен у 54 пациентов, примерно половина всех пациентов проявлялась на боли, лихорадка артериальной гипертонии. Несколько раз мы отмечали приходящие неврологические нарушения, которые были разрешены консервативно. Был один пациент с инсультом спинного мозга, и этот же пациент, к сожалению, погиб в связи с постэмболизационным отеком и развитием давления шейного отдела спинного мозга и восходящим отеком ствола головного мозга. Таким образом, можно сказать, что снижение интероперационной кровопотери достигается лучший результат при полной эмболизации. Оперативное вмешательство следует выполнять максимально быстро. Большая интероперационная кровопотеря может быть связана с неверифицированными источниками кровоснабжения опухоли или неверным выбором хирургической тактики. Так что не всегда отсутствие эффекта от эмболизации связано с дефектом даже выполнения эндоваскулярной процедуры. Но и очень важно помнить, что адекватный выбор инструмента позволяет максимально улучшить результат эндоваскулярного этапа лечения. Таким образом, предоперационная ангиография и эмболизация достоверно снижают интероперационную кровопотерю, длительность операции, количество неврологических осложнений. Эмболизация является эффективным и достаточно безопасным методом. Частота больших осложнений, при котором не превышает 3%. И жидкие агенты дают лучше контроль эмболизации при сопоставимом с частицами эффекта снижения кровопотеря. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...